И хотя до выборов еще более двух недель, уже сегодня голосовали те, кому пока нет 18. Ученики старших классов шести школ выбрали партию, которая, по их мнению, может представлять Латвию в Европарламенте. Эти выборы для них пробные, но право голосовать у учеников старшей школы появится уже к следующим выборам. ДАКС ученик Рижской государственной первой гимназии и в этом году участвовать в выборах в Европарламент он не сможет, но за новостями уже следит. Да, я интересуюсь, но так бы, чтобы я сказал, что я каждый день читаю разные работы и такое не совсем, но я смотрю разные телепередачи утром и вечером, новости и немного я читаю в интернете. Так что о политике и других событиях в стране я в курсе. Возможность сделать первый пробный выбор на уровне Европы у ДАКСа появилась уже сегодня. Правда, этому предшествовала подготовка. В каждой школе был свой координатор. Он выбирал разные виды, как информировать молодежь. В некоторых школах делали плакаты с программами партии. И в некоторых делали презентацию о том, что такое выборы в Европарламент. И сегодня большой день. Ученики делают свой выбор привычным им способом – в телефоне. Пробные выборы для тех, кому нет 18. В Латвии проходят не впервые. Однако в таком масштабе и в телефоне их еще не было. В пилотном проекте участвуют 6 школ. И голосовать можно до полуночи. Вот это и есть наше будущее. Это юноши, которые будут настоящий электротран через один год, через два года. Предвыборы в школах для 16-17 летним юношам. Есть хороший международный опыт, как это делать, чтобы они развивали свои демократические навыки. Сами ученики проекта считают полезным. Это поможет ориентироваться на настоящих выборах. Есть сверстники, которые очень интересуются политикой. Я так, знаю, что на меня это влияет. Что-то знаю, но особым фанатиком не являюсь. Но пробные выборы оцениваю положительно. Мы на уроке рассматривали описания и обещания больших популярных партий. Учительница высказала свое мнение. Мы подумали сами и пришли к своим выводам. Какие интересы партии и немного на то, какой это человек, как он может себя показать, как он умеет разговаривать. И для меня это очень важно, потому что человек тоже будет репрезентировать нашу страну. Организаторы надеются, что в будущем пробные выборы станут более масштабными. Сегодня проголосовало более 300 учеников.